Девушки отдыхают Шоколад. Самый главный враг здоровой кожи – это шоколад. А еще? Все на самом деле очень просто. Шоколад, бульоны, майонез и пастфуд. К кому обращаться? Дерматологу. В первую очередь надо обратиться к дерматологу. Это специалист по больной коже. А косметолог помогает подобрать уход. Основа догляду при акне – регулярное очищение обличчя с засобами для жирной або комбинованной шкиры. Щоденний догляд має включати гель для вмивания, тоник, крем легкої текстуры, что не закупоряет порой. Маска один-два раза на тиждень. Перед вами продукты, предметы, которые либо улучшают, либо ухудшают состояние. Либо помогут, либо нет. Питание. Так, выбирайте. Свежие овощи и фрукты – важливая часть рациону, особенно при проблемах с шкиром. А каких еще продуктов боится акне? Я слушаю вас. Да. Пожалуйста. Мед обещают кожу. Внутрь? Ну, не знаю. А, просто так внутрь или наружу, или куда я его говорю? Почему он полезный? В принципе, мед внутрь никак на угры не влияет. Но есть методика использования масок. Если нет аллергии на продукты пчеловодства, это допустимо. Маску с медом и лимоном вважают достаточно эффективной в борьбе с черными цятками. Возьмите по одни столовые ложки меда и свежую лимонную соку. Змешайте и нанесите на чистую шкиру облече. Мед живет и своложает шкиру, а лимон ее освежает и отбирает. Я слушаю вас. Я взяла овсянку и чистую воду. Куда овсянку будем? Внутрь. Отлично. Правильное питание. Можно и чистая вода тоже. Из этих двух компонентов можно сделать чудесную маску для лица. У нее хороший вяжущий и подсушивающий эффект. Маска с вівсяных пластивців допоможе позбавитися в угрів та сухості. Залейте столовую ложку пластивців двома ложками укропу, дайте охолонути та нанесіть на обличчя на 15 хвилин. І змейте теплою водою. Пластивці можно смолоти у борошно. Така маска буде нежнейшою. Существует методика масок. Когда используют кофе. Кофе обладает отшелушивающим эффектом. Если нет аллергической реакции на кофе, это можно использовать. Но большое количество кофе внутрь катастрофически портит кожу лица. Скраб з молотою кави добре відлущує та живить шкіру ефірными оліями. Нанесіть на обличчя кавову гущу та промасажуйте шкіру круговими рухами. Молота кава є досить грубим скрабом, тому використовувати її треба обережно, аби не травмувати шкіру. Соду? Существует очень старый способ пилинга. Это сода. Но сода тоже сильно разрыхляет верхний слой кожи. Поэтому я считаю, что проще купить пилинг в аптеке и им пользоваться. Мыло. Какое? Хозяйственное. Браво. Я не знаю, какой-то дедовский способ. Хозяйственное мыло, которое является крайне щелочным и изменяет кислотность на лице в щелочную сторону. В результате может быть аллергический контактный дерматит, может быть повышенная сухость кожи, может быть все, что угодно, но для угрей не подходит. И еще несколько экспонатов в систолокате, которые не впали в око учасникам эксперименту. Как вы считаете, это нужно для чего? Чтобы спать. Нужно высыпаться. А, высыпаться. Чтобы поднять ваш иммунитет. И нужно чаще менять наволочки и постельное белье. Интенсивные занятия спорта повышают уровень тестостерона в крови. И способствуют образованию угрей. Есть такой диагноз под названием акне бодибилдеров. Спорт это прекрасно, но в меру. Это водка, которую я не рекомендую ни внутрь, ни наружно. Очень часто вместо водки используют настойку календулы. Настойка календулы используется чаще всего для лечения демодекоза. Это клещ, который вызывает розовые угри. Для лечения обычных угрей календулу, как правило, не используют, потому что на нее часто бывает аллергическая реакция. Часто распространенная для лечения угрей средства – это зубная паста, чтобы вы знали. Учитывая довольно сложный состав зубной пасты, я не рекомендую это делать. Большое количество фтора, которое входит в зубную пасту, может вызвать резкую аллергическую реакцию на лице. Два слова о витаминах. Пожалуйста, не используйте витамин А, потому что он не помогает. Помогают его предшественники под названием ретиноиды и назначают только врачи. То, что вы можете использовать – это витамины группы В. И пейте больше жидкости. Я надеюсь, что все, что я вам рассказала, поможет вам в дальнейшем жизни. Отже, если вы хотите иметь здоровую шкиру, то харчуйте правильно, высыпайтеся, подбирайте догляд за шкирою, соответственно, до ее типу, и не зловживайте спортом. А если в угре так и появились, то протрите их розчином борной кислоты и дайте подсохнуть. Не используйте для этого горелку, зубную пасту или господарское мило. В никакой разе не чавить в угре. И не замазывайте их тональными средствами. Как вы убедились, акне – это проблема, которую нужно решать не собственными руками, а при помощи специалистов.